Как СССР и США работали над созданием климатического оружия? Несколько конспирологическая тема, можно же сказать, да, Павел? Ну да, конспирология, конечно, потому что... А между прочим, я недаром решил поговорить именно на эту тему, потому что, ну, как-то подозрительно, на мой взгляд, меняется в регионах погода. Я ни на что не намекаю. Итак, были же действительно разработки климатического оружия как в СССР, так и в США? Конечно, были, да. Начались... их начали вести с конца 50-х годов. И где-то уже в конце 60-х годов получили, что называется, значимые результаты. Первый значимый результат – это, конечно, так называемая операция «Шпинат», которая была проведена в конце 60-х годов у Вьетнама, американцами. Там существовала в Северном Вьетнаме, называлась тропа Хо Ши Мина. Это такая грунтовая дорога, которая вела под джунглем, скрытая кронами деревьев. Трудно ее было обнаружить с самолетов-вертолетов. По ней переносили оружие, раненых, и, в общем, такая главная артерия была во время войны. И американцы с помощью веществ определенных, йодистого серебра, смогли сконцентрировать большие тучи над этой тропой Хо Ши Мина. Пролились огромные дожди, которые лили почти неделю. Такого не бывает никогда в климате Вьетнама. То есть там дождь прошел, там 3-4 часа какой-нибудь муссонный, и обратно солнышко. Причем это было в такой сухой сезон. Тропу эту размыло, и на несколько месяцев эта транспортная артерия была непригодна для того, чтобы по ней переносить не то что проезжать, а переносить какие-то тяжести. Это был вот такой первый наглядный урок. Это действительно знаменитая операция. Кто ее называет Шпинат, кто Папайя, вообще по-английски Папайя операция. У нас ее переименовали операцией Шпинат. Это было первое проявление. Оно, конечно, испугало, испугало Советский Союз, испугало крупные страны, соседний Китай, который понимал, что с ним то же самое может случиться. И даже испугал союзников Америки, это Францию и Англию, которые понимали, что они могут быть уязвимы, как океанические страны. И главное, что, как говорили ученые того времени, это был слабоуправляемый процесс. То есть нельзя его было в какие-то строгие рамки отвести, что, скажем, вот только на этих 100 квадратных километрах и будет лить дождь. Он может лить на 1000 квадратных километров, или наоборот в какой-то точке 2 квадратных километра, куда прольется там 300 миллиметров осадков. Это привело к тому, что сначала в 1977 году ООН приняла резолюцию о запрещении климатического оружия, и не просто оружия, а даже разработок в этой сфере. А в 1978 году появилась конвенция по недопущению изменений искусственного климата, которую подписали все ведущие страны мира, в том числе СССР. И у СССР тоже была такая разработка. Причем сделали мы ее на основе французского проекта, который носил название «Метеатрон». Вот такое название «Метеатрон». В 1961 году французы его испытали. Эта система предполагала, что тоже можно вызвать большое количество осадков, но не с помощью распыления порошков апреленных, как это делали американцы, а с помощью направленной струи вверх теплого и влажного воздуха. Эту операцию мы с большой задержкой сделали. Сначала в 1968, а потом в 1979 году около озера Сиван в Армении смогли сделать свой советский «Метеатрон». Поставили шесть двигателей от самолетов Ту-104, которые были списаны, не могли уже примяться на самолетах, но тем не менее работали. И воздух был разогрет до 1100 градусов, и со скоростью 500 метров в секунду вот эта вот струя разогретого воздуха от шести авиационных двигателей поднялась до высоких слоев атмосферы и вызвала там большое количество осадков, дождь, который пролился над сухой Арменией. Почему нужен был остров Сиван, озеро Сиван? Потому что нужно большое количество воды, которое превращалось в пар при работе этих двигателей. Ну вот смогли такое сделать. И считалось, что эти разработки, они в сельском хозяйстве могут применяться, ну как так говорили, в народном хозяйстве. И был даже проект, о нем писал и «Вокруг света», и «Наука», и «Жизнь». Это где-то начало 80-х годов, 81-82 год, когда мы эту систему хотели применить в Сахаре. Там были наши дружественные страны Ливия, Алжир, Эфиопия, которые страдали от засух, ну и вообще пустыни Сахара. И думали сделать такие искусственные установки, поставить вот несколько десятков таких двигателей, сконцентрировать в бассейнах воду, просто привезти ее откуда-то или там пробить подземные воды, выкачать их, сделать огромные бассейны, вызвать искусственные дожди над Сахарой. Ну вот с разрушением Советского Союза эта идея ушла с горизонта науки. А действительно, почему нельзя использовать климатическое оружие во благо? Вот, например, действительно, бывает же засуха, причем она может случиться в любой стране. В США, в России, в разных районах может случиться, может понадобиться применение климатического оружия, но? Но считается, что им тяжело управлять, как вот я сказал, что этот процесс такой слабоуправляемый. Вот нельзя рассчитать точное количество осадков, нельзя рассчитать точную местность, куда прольется. И это, конечно, дороговизна. Вот я сказал, что шесть двигателей авиационных, это вот в небольшой точке потребовалось в Армении. А для того, чтобы пролился дождь над Сахарой, не надсея над какими-то районами, вот подсчитали, что нужно 150 таких двигателей и плюс огромное количество воды. То есть сделать можно. Сделать можно, но сами страны в Сахаре, которые сегодня там находят, беднейшие страны, которые себе этого позволить не могут, а Запад почему-то этого не делает. Ну хорошо, постоянные многие страны, причем очень цивилизованные страны, страдают от пожаров, как правило. Как Россия, так и США, так и страны Европы. Такое часто происходит. Вот, например, для тушения, нет? Это да, это верно. Но я еще раз говорю, есть конвенция 1978 года, которая запрещает такие разработки. Предполагают, опять, это все предположение, почему говорят о конспирологии, что все же такие разработки ведутся, но их боятся представлять. Потому что если ты однажды потушь пожар над Калифорнией с помощью такого оружия... А должен будет продолжаться, да? Да, нет, все поймут, что у США оно есть. Это вот очень похоже на ситуацию во время войны в Англии, когда с расшифровкой, когда Черчилль дал возможность немцам отбомбить Ковентри. Они расшифровали немецкие сообщения о том, что будет бомбардировка этого города, но не стали спасать город, потому что считали, что немцы поймут, что у них есть эта машина-енигма, которая расшифровывает вот эти немецкие сообщения. Вот, видимо, у меня предположение только такое, что если это сделать, все поймут, что такое оружие есть. У всех появятся вопросы, и, скорее всего, супердержавы снова возьмутся за создание такого оружия, еще более сильного, и не только вызывать осадки, а, например, искусственные землетрясения. Хорошо, давай поподробнее остановимся на разработчиках, как американских. А, кстати, в каких-то других странах нет сведений, велись разработки кинематического оружия, кроме США и США. США и США и Франция. Три страны, да, французы. О разработчиках расскажи, или засекречено до сих пор? Это засекречено, до сих пор есть, кстати говоря, вот я специально посмотрел, как называется такой департамент в вооруженных силах, в российских вооруженных силах. Он называется действительно гидрометслужба Министерства обороны, которая формально считается, что отслеживает погоду и ничем другим не занимается. Но вот ЦРУ предполагало, что какие-то разработки ведут. Так же, как наши разведчики знают, что есть американский проект, до сих пор действующий, который называется ХАРП. Формально он сделан для того, чтобы заниматься, изучать ионосферу, то есть самые-самые высокие слои, там уже, что называется, переход от атмосферы к космосу. Но предполагают, что это делается для того, чтобы использовать вот эту ионосферу, глушить, например, радиосигналы и вызывать, скажем, цунами или какие-то тепловые удары. И даже проскакивала информация, что был у американцев эксперимент, точнее, желание сделать такой эксперимент, это выпустить в высоких слоях атмосферы 350 тысяч медных игл длиной 2 см, для того, чтобы сфокусировать на них Солнце и вызвать где-то засуху или тепловой удар. То есть это вот по принципу лупы, когда ты концентрируешь солнечные лучи, и это в несколько десятков раз увеличивает температуру, это концентрированный луч. То есть это как бы ведется все, но никто вам, конечно, открыто об этом не скажет. Любопытный момент, мне не совсем, правда, понятно до сих пор, несмотря ни на что. Мы как-то в одном из выпусков рассказывали о том, что Советский Союз при помощи атомных взрывов пробивал русло рек. Да. Вот, было такое, а климатическое оружие запрещено. Ну вот, да. Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, Павел Преников, студии Радио Комсомольская Правда. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok